Сотни и сотни очков и в клубах в Кубани, в Енисее он играл теперь. Капитаны обычно имеют права обращаться к судье, да и то, чтобы сказать да спасибо я понял, передам своим игрокам. Итак, быстро пошли Молом сейчас, и кстати очень близко, очень близко к зачетке. Где? Где мяч? Мяч у Игорьцова мне показалось, или это Митков был? Вольно в метре, так мяч оставили через землю, есть попытка, есть попытка, Игорьцов сверху помог, зеленый назад, а кто? Кто положил у нас? Положил по-моему Сидоров, нет? Они ждали подтверждения, вот почему возникла еще пауза. Да, мы видим сверху. Зано поднял. Поскольку Василий там был внизу. Назад, капитан команды, шестой номер. Капитан команды, шестой номер, повторное нарушение. Желтая карточка. Ого, повторное нарушение и желтая карточка для шестого номера. Да, Никита Вавилин. В любом случае к удару нужно подготовиться. Он это делает, готовится и... Ах, перекладина! Для меня направление четвертый. Ну, в любом случае, хорошая была попытка удара. До этого тоже достаточно сложная он смог забить реализацию. У каждого бьющего всегда свой ритуал подготовки. Ну что ж, поднимают у Мары-Мария свои флажки. Иф обратно. Через Андрея Маху. Игрока второй линии у нас сейчас поучаствовали. Сумелату. Седьмой номер вне игры. Ну и вот. Мой номер вне игры. Поднимаются флажки. И, соответственно, три очка. Первые три очка для Аяра вообще в этом чемпионате. Второй профессиональной лиги Pro D2. И вот, к сожалению, это все карантинные истории. Ну, будем надеяться, не совсем отменили, а просто на время. Игорь Вадимович, заслуженный мастер спорта России, карьеру в сборной закончил. Но свой Харли в Красноярске выводит регулярно. В итоге никого не пустили. Даже вернули деньги за уже проданные 200 билетов. Нарте мимо. Это мы видели, он уже был на мяче, но это был момент, когда он искал коридор. А вот по воротам бьет впервые. И, судя по всему, точен, да. Шернышов, 32 года, 8 сантиметров, 112 килограммов. Едва там не перехватили красноярцы. Тем не менее, осталось с мячом. Стали молом. Продвигаются к центру. Мяч выпал из рук. Игра в последние 20 минут сейчас переместилась. Так что задача арбитра тоже не дать разгореться страстям. Сладко. Замена. Гольштейн. Интересно, что... Играть, играть! Заход! Работай! Работай! Ладно у нас в позиции хукера сейчас. Преимущество. Это в игре номер 6. Мы слышали вне игры шестой номер. Переносит еще ближе. Грассман тоже меняется. Быстрый подъем. Перевод на правый фланг. Встречают там. Желтая еще. Смотрим. Смотрим. Не знаю, была ли еще одна желтая карточка. Или он говорил про предыдущую. Тем временем у нас танганец-то едва не прошел. А в итоге вот, пожалуйста, Евгений Коломейцев. Как мы говорили, большой любитель рыбалки. И в последнее время мне говорил из красноярцев, что он мечтает о своей лодке моторной, чтобы с нее рыбачить. Но я думаю, что за эту попытку, собственно говоря, в ключевой для них момент, может быть, и обеспечат. Только мяч станет мертвым, то игра закончится. Но пока он в игре. Пока он в моле. И пока он у красного яра. Всего 3 очка. А попытка это 5. Так что занеси они сейчас. И все. Даже неважно, будет реализация или нет. Отскакивает мяч. Но назад отскакивает от Маху. И свисток. 12 номер. Встать на ноги и играть. Нарушение. В позицию протолкнул мяч назад. После того, как играли мячом. Это правило новое. Я вам объяснял. Да, Лебедев все четко здесь объяснил. Никаких претензий ни у кого нет в красном яре. И Слава радуется сейчас. Для них вообще очень важный момент. Сравняли 1-1. Был еще один матч. И он закончился по пенальти. Что в регби вообще бывает очень-очень редко.